Ну, судя по всему, в Кремле понимают, что нет того ожидаемого эффекта, на который они рассчитывали после бомбежек украинской энергетической инфраструктуры. Почему? Многие эксперты делают об этом вывод. Да все потому, что Кремль, как всегда, во время своих неудач, выпускает на поле боя свое верное, проверенное биологическое оружие российских пропагандистов. И зашлись уже просто в ноль, рассказывая байки о том, что Украину охватывают массовые бунты людей, которые против отключения света, о том, что Украина замерзает и чуть ли не готова к переговорам. Но, как всегда, эти фейки только смешат самих украинцев. Последний пример, Катя, это Одесса. Да, Одесса. И российская пропаганда в своих пабликах разгоняла буквально целые волны нарратива о том, что в Украине растет социальное напряжение и что чуть ли не бури негодования народа. А вот как на самом деле... А город и область вообще просто уже давным-давно в блэкауте. Вот так ли это на самом деле, нам расскажет Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК. Дмитрий, здравствуйте, рад вас приветствовать. Добрый вечер. Одесса непростая, она вызвана массированными атаками россиян на протяжении последних 5 недель. Всего было 6 атак и повреждена значительная часть как винирирующего оборудования, так и передающего оборудования. С другой стороны, она контролируемая. Контролируемая, потому что есть три вещи, которые работают и которые мы, наверное, будем делать до самого прекращения обстрелов, до конца войны, до победы. Первое – это постоянное улучшение ПО. В ПО эффективность растет. Если мы начинали там с одного раза, то сейчас это больше 80. Специалисты говорят, что если эффективность ПО достигнет 95%, то тогда русским не будет смысла вообще стрелять, потому что они слишком много будут тратить ресурсы для того, чтобы достичь очень маленький результат. Второе – это защита инфраструктуры такими гражданскими способами. Это бетонные блоки, биг-беги, вагоны, конференеры для того, чтобы защититься от старичного ущерба. Конечно, не от ракеты, но от взорной волны, от споков можно защитить. Третья компонента – это постоянное восстановление. Восстановление после обстрела. Для чего нужны материалы, люди, ну и денежные средства. Мы сейчас постоянно занимаемся тремя вещами. Улучшаем ПО, защищаем гражданские точки зрения и восстанавливаемся. Несмотря на то, что россияне думали, что они нас погашут, погасят еще 10 октября, система живет, система работает. Да, есть ограничения, но мы систему контролируем. Я думаю, что если мы будем дальше продолжать в таком же духе, то точно энергетика перестанет быть интересной для россиян. Вот вы говорите о восстановлении и вы говорите о работе профессионалов. А как потребителям электроэнергии нужно вести себя, чтобы помочь быстрее восстановить свет, подачу энергии? Чтобы помочь вам. Вот какие-то, может быть, вы можете дать простые бытовые советы. Сразу не включать несколько приборов. Может быть, что-то перенести на следующий день. То есть какие-то вот такие правила, которые мы должны знать все и соблюдать их? Ну, я, во-первых, прекрасно понимаю, что когда у людей идут плановые отключения, то все дела переносятся на время, когда есть свет. Поэтому просить или убеждать людей, чтобы они не включали приборы, которые им нужны для того, чтобы приготовить еду, для того, чтобы постирать, для того, чтобы для других это вещи. А когда есть свет, сложно. Но если есть свет, достаточно долгий промежуток времени дома, то, конечно же, здесь необходимо выбирать сейчас одно место, где тепло будет. То есть это одну комнату, либо один этаж. Понятно, что не включать свет там или не использовать приборы, которые вы не используете, даже в режиме стендбайка. А если есть возможность использовать энергоэффективные лампочки, использовать. Если есть возможность не отапливать дом электричеством, а чем-то другим. Отапливать там твердым топливом. То есть сейчас мы должны максимально уменьшить потребление электроэнергии для того, чтобы не допустить балансирования системы. Этим украинцы могут помочь энергосистеме. При этом я прекрасно понимаю, что сложно это делать, когда в некоторых регионах света не было долго. После последних аварий, после последних обстрелов. Поэтому здесь нужно прийти в себя. Какой-то, наверное, выполнить необходимые объемы работ, которые были отложены здесь со всем света. И после этого продолжать экономику. Дмитрий, а возможен вариант, что света не будет долго в каких-то регионах или отдельно взятых городах, и в частности, и в столице? Блэкаут, о котором сейчас все друг друга пугают. Насколько он возможен? Нужно ли людям сейчас как-то к нему готовиться? Снимать наличку в банках и так далее и тому подобное? Ну, посмотрите, у нас есть регионы уже, где нет света. Давайте возьмем Херсон. Там свет не будет в течении. Пока мы его не восстановим. Сколько времени для этого нужно? Месяц, две недели. Первые 29 населенных пунктов, где живут 7-8 тысяч потребителей, получили свет еще на этой неделе. Это север Херсонской области. Так свет будет возвращаться дальше, в Переслав, Херсон, но на это нужно больше времени. Дальше. Херсон, Харьковская область, которая была деоккупирована еще в начале сентября. Некоторые районы еще до сих не имеют света. У нас уже 20 ноября. Потому что там тяжело обеспечить поставку туда электричества. Нужно восстановить полностью разрушенные электросети. Чем мы сейчас и занимаемся? Может ли подобная ситуация произойти, например, в Киеве? А в Киеве вероятность такая теоретическая есть, но степень этой вероятности, она, наверное, низкая. Почему? Потому что в Киеве, в отличие от таких вот региональных систем, большое количество систем ввода электроэнергии в Киев, большое количество генерации в Киеве. Поэтому теоретически, конечно, возможен такой удар по всем этим объектам. Почему-то вдруг не сработает ПВО и будет одновременное выключение света во всем городе. И вероятна такая история, теоретически да. Но я думаю, что этот риск можно принять. Этот риск... Снова же скажу, у нас есть ПВО в Киеве, которая, если мы про Киев, например, говорим, которая улучшается. И, в принципе, последние таки показали, что оно работает гораздо лучше, чем это было раньше. Мы много чего сделали по укреплению объектов. И у нас есть уже восстановленные и восстанавливаемые объекты. Поэтому в ситуации, когда во всем Киеве одновременно пропадет свет и не будет никакого источника, опять же, теоретически, технически это возможно. Но я думаю, что этот процент, он низкий. Спасибо, спасибо, что успокаиваете. И, кстати, огромное спасибо как нашим средствам противовоздушной обороны, так и вам, энергетикам. Мы видим, какие титанические усилия вы прилагаете и помогаете нам, в общем-то, держаться и жить более-менее в комфортных условиях относительно, насколько это вообще возможно. Мы понимаем, какой ситуация могла бы быть без вашего титанического труда. Но титанического труда, конечно же, только одного недостаточно. Мы это все прекрасно понимаем. Премьер Шмыгаль говорит о том, что Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров. Достаточно ли у вас оборудования на сегодняшний день для ремонта и получаете ли вы уже какую-то помощь от этих партнеров сейчас? Частично получаем, но это как с вооружением. Объемы недостаточно. Сам по себе один, второй комплекс, это хорошо, это нужно, но можно ли получить эффект, тот, который мы хотим? Пока еще нет. Поэтому нужно работать над тем, чтобы увеличить количество поступаемых оборудований. Это первое. А второе, нужно посмотреть на производство внутри страны. У нас есть предприятия, которые могут производить, которые производили тоже высоковольтное оборудование. Его нужно, эти предприятия нужно переводить на военные рельсы. Они должны работать в 3 сне. Они должны выпускать огромное количество, максимум, что они могут. Нужно финансировать. Ну и, конечно, нужно всем этой системой управлять эффективно. ПВО, военное укрепление, восстановление, производство. Это очень сложный системный процесс, который требует очень четкого, своевременного качественного управления. Со своевременно принимаемыми решениями для того, чтобы максимально четко приоритеты определять, максимально четко получать результат, контролировать, извините, при конференции привлекать тех, кто не выполняет что-то. Это тоже важно, чтобы люди понимали, что от этого зависит благополучие большого количества украинцев. И это, по большому счету, такая задача, которая требует решения на уровне страны. Не на уровне одного ведомства, организации, а на уровне всей страны. Потому что это у нас энергетический фронт. Он сейчас такой же важный, наверное, без такой же, как и военный фронт. Потому что мы точно не имеем права, и я уверен, что мы не проиграем на нашем фронте энергетическом, потому что это будет, кто нам говорят, большая такая проблема для фронта военного. Поэтому здесь энергетический фронт нужно держать. Мы его держим, уверены, что мы выдержим до нашей победы. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вопрос такой, скажем, не фантазийный, а на будущее. Вот мы сейчас видим, что разрушения большие действительно. Мы верим в вооруженные силы Украины, мы верим в наше ПВО, но тем не менее видим, что и разрушений достаточно много. То есть мы вот говорили сейчас, да, уже больше, чем 50%. Скажите, пожалуйста, а сколько времени понадобится вам и вашему энергетическому фронту для того, чтобы полностью восстановить инфраструктуру в Украине? Восстановим мы ее полностью после победы. Конечно. Так, как она была до... Даже не так. Мы сделаем ее лучше, потому что, возможно, некоторые объекты мы не будем восстанавливать на старых технологиях. Мы будем восстанавливать на новых технологиях, которые уже будут гораздо лучше, чем были до этого. И точно она будет гораздо надежнее, умнее с точки зрения смарт-грид, которые там часто инновационнее и будут соответствовать лучшим образцам, мировым стандартам и лучшим практикам. Сейчас же мы только делаем быстрые решения, которые возможны для того, чтобы дать свет людям максимально сжатые сроки. Это временное решение, это конструкция, которая на грани фантастики где-то. Энергетики чудеса творят. Еще до войны, наверное, никто не мог подумать, что так можно сделать для того, чтобы запитать какой-то конкретный регион или район. Это сейчас происходит. Но это временное решение. Оно нужно для того, чтобы в зиму, когда холодная температура, люди не сидели долго без света. Чтобы графики аварийных отключений или плановых отключений были как можно короче. Это скорее не восстановление, а такой ремонт. Ремонт необходимый для того, чтобы восстановить свет в домах украинцев. Этим занимаемся. Это происходит в зависимости от района от часов до дней. Ну как вот в совсем экстремальных ситуациях, как Херсон, Харьков, где полностью разрушили. Там это, к сожалению, недели и даже месяцы проходит, потому что там где-то приходится строить с нуля все. Вы знаете, я хотела еще спросить такой, тоже новость сегодня была о том, что Россия разгоняет в своих пабликах очередной нарратив о том, что в Украине проблемы со светом, потому что Украина торгует в Европу своей электроэнергией. Да, давайте еще этот миф тоже развенчать, постараемся развенчать, потому что это откровенное уже совершенно вранье, которое, наверное, всем понятно. Давайте вот ваше мнение экспертное еще по этому поводу, чтобы мы озвучили его зрителям. Украина прекратила экспортировать электроэнергию 11 октября 2022 года. Последствия того, что были обстрелы 10 октября. После этого Украина не экспортирует электроэнергию от слова совсем, потому что было принято решение на уровне министерства, оно было выполнено на Гинекпернерго. И кто бы там что ни говорил, кто бы что ни писал, это специальная информационная спецоперация, которая не имеет никакого, а слово совсем, никакой связи с реальностью. Украина с 11 октября 2022 года не экспортирует ни киловатта электроэнергии за рубеж. Все, что производится в Украине, все в Украине. Спасибо, что разъяснили, Дмитрий, потому что важно понимать, что не только ракеты летят по объектам нашей энергетической инфраструктуры, летят и вот эти фейковые ракеты пропагандистов российских на наших людей, дезинформируя и в надежде вызвать у нас какие-то социальные всплески негодований. Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК, отвечал на наши вопросы.